физкульт привет друзья сегодня я вам покажу одну фишку которую я использую в качестве завтрака вы знаете что очень полезно есть на завтрак каши так вот они надоедают нам с вами сегодня вам покажу расскажу и мы вместе с вами от начала до конца приготовим обалденное блюдо которое называется как хотите так его и назовите в принципе это похоже на шарлотку можно делать его с овсянкой можно немножечко добавлять гречку можете попробовать какие-нибудь другие крупы я использовать буду для приготовления 6 яблок четыре которых я измельчу в блендере а две штучки порежем просто мелкой добавим уже в наше тесто нам понадобится 4 яйца как же без всеми нами любимого протеина я кстати использую меня часто спрашивают какой протеин я использую на самом деле очень редко пью протеин но если пью то только комплексные и чаще всего этот он овсянка но это не быстрого приготовления должны быть крупные хлопья вообще не советую никому использовать что-либо какие-либо крупы быстрого приготовления хотя бы 2-5 минут чтобы нужно было готовить немножко уксуса и соды но я делал и без этого и вы тоже можете попробовать используя соду не применяя соду кому как будет больше нравится и набор смесь различных орехов с добавлением изюма темного и светлого ну что приступим к приготовлению вкусного и полезного завтрака поехали для начала друзья смажьте вашу форму сливочным натуральным маслом у нас в америке все просто мы покупаем действительно настоящее масло органик от фермеров в россии знаю с этим большие проблемы процентов 2 из масел которая продается натуральная в украине попроще затем нарезаем яблоки конечно предварительно их помыть я люблю косточки кожуру поэтому я их тоже использую не забывайте что в них очень много всего полезного блендер перемелет все эти штучки и на вкус они не будут ощущаться хорошенько нарезаем яблоки раскладываем их в стаканы для блендера потому что тесто с вами мы будем готовить в блендере к сожалению стаканы не такие большие и приходится использовать для приготовления теста несколько стаканов разбросав яблочки по стаканам мы делаем следующее открываем овсянку но как всегда не быстрого приготовления и рассыпаем ее тоже по стаканам нужно всего нам около полтора стакана овсянки я уже просто на глаз знаю сколько всего нужно а а вам советую сначала высыпать все стакан а потом равномерно распределить по стаканам для блендера овсянка почему должна быть не быстрого приготовления вы все уже знаете потому что в ней как раз таки сохраняются все полезные свойства затем четыре цельных яйца да вместе с желтками кто смотрит мой канал также знает что в желтке больше полезных веществ чем в белке и не забывайте что в желтке содержится также и половина белка всего яйца после этого берем комплексный протеин почему комплексный потому что я использую комплексный протеин но на самом деле другие покупать не стоит комплексный протеин содержит как минимум два быстрых протеина которые сразу практически наполнят организм аминокислотами и два медленных которые в течение 8 часов будут постепенно подпитывать ваш организм аминокислотами наша шарлотка действительно получается очень полезной сколько нужно протеина стакан полтора стакана овсянки и стакан протеина комплексного я люблю фирму он потому что она наиболее точнее наименее сладкая из всех для любителей сладенького никогда не используйте сахар и тем более сахарозаменители кроме вот таких штучек что это это стевия я думаю все кто следит за своим здоровьем знает уже что стевия это трава индейцев которая содержит огромнейшее количество полезных веществ говорят даже в обработанном виде они не пропадают после этого мы все взбиваем в блендере блендер у нас вот такой будет всем советую его он стоит гораздо дешевле своих дорогих аналогов другие хорошие блендеры такого же качества стоят до 500 долларов наш блендер стоит всего чуть меньше семидесяти вот внутри болит тесто готовится очень просто в первый стаканчик нальете немножечко воды чтобы все это равномерно перемешалось иначе просто не получится а потом во второй стакан перельете немножечко уже готового теста и так раз за разом если вы будете использовать только два стакана если у вас оба стакана большие вам будет достаточно у меня все размещается на трех стаканах но потом когда уже в готовом виде все помещается в двух стаканах видите я добавляю готовое тесто другие стаканы и все хорошо и аккуратно в блендере перемешиваю блендер кстати полезная штука очень много всего можно в нем готовить следующий шаг мы гасим соду я гашу виноградным уксусом но я делаю данный продукт данную шарлотку двух вариантах с содой и без что советую попробовать и вам потому что это получается совершенно два разных продукта в готовом виде тесто консистенция его совершенно разная с содой и без кто боится соды делайте без соды кто не боится соды попробуйте оба варианта и делайте тот который вам больше понравится сейчас очень много разной информации о ее полезности честно скажу не знаю кому верить иногда я сам пью по утрам воду с чайной ложкой соды заканчиваем приготовление нашего теста и выливаем первый большой стакан в нашу форму ложечкой равномерно разгоним все по форме и начинаем из смеси нашей ореховой и не только засыпать в тесто получается много орехов различных изюма семечек что тоже очень полезно следующий шаг четыре яблока мы нарезали а два яблока нужно действительно хорошенько почистить избавить от кожуры от кожи и простите это то же самое от косточек и также поверх орешков загружаем форму равномерно распределяя по всей площади нашей шарлотки после чего мы зальем сюда вторую часть теста и также ее нужно будет ложечкой распределить равномерно по всей площади по всей поверхности используя ложку вы можете очистить достать как можно больше теста из стаканов чтобы ничего не пропало кстати моется это все очень хорошо у нас была разогрета все это время духовка на 360 градусов сейчас мы понижаем до 300 и ставим нашу шарлотку в нее через полчаса нужно будет понизить до 200 и так через полчаса мы убавили температуру до 250 градусов и полтора часа ушло на готовку достаем ой запах какой шикарный да запах очень вкусный так нарезаем смотрим что же там получилось внутри должна достаточно легко отходить пополам еще кореш да я даже думаю на три части так достаем посмотрите как он выглядит там яблочки вроде бы пропекся полтора часа правда ушло потому что тесто было немножечко тесто было жидковатое выглядит очень красиво смотри орешки поближе поднеси там и яблочки запеченные вот они яблочки корочка так ну что всем приятного аппетита мы сейчас это все тоже зарубим пуся пусть скажи пока пока чао ну что друзья очень вкусный и полезный завтрак здесь помимо углеводов много белков и ваш завтрак получается полноценным главное полезным нет такого высокого гликемического индекса у данного продукта и вы получаете вкусный полезный завтрак всем приятного аппетита увидимся в тренажерном зале и